20 евро она стоит, да, нифига вот так. Только что рос, и вот уже он у меня в стакане. Поключайте видео тут же. Мишанин и скотов превращаются в мечети. Собор смотрится максимально странно. Доступное жилье для ветеранов Троянской войны. Стены просто толстючие. Вообще там устанешь идти, когда лбанут, блин, этим словом балмут. Привет, друзья! С вами Ольга Глаголева и канал Чемоданное настроение. Куда отправиться в отпуск, если он в декабре и всего лишь неделя? Мы на Кипре! Как сюда сейчас попасть, какие условия и ограничения, и самое главное, сколько же это стоит? Подпишитесь на канал, поставьте лайк и по чемоданам! Но прежде чем мы с вами окунемся в буйство красок зимнего Кипра, я хочу с вами поделиться радостью, буквально новогодним чудом, которое произошло со мной на этой неделе. Моя дочь выложила в ТикТоке трогательное видео, и за два дня аудитория канала выросла с 730 подписчиков до 22 тысяч. И я благодарна, друзья мои, каждому из вас, те, кто подписался на мой канал, потому что я не представляю, вы же заморочились, вы пришли из ТикТока не по ссылке, вы набрали в поисковой строке «Чемоданное настроение» с Ольгой Глаголевой, вы посмотрели, вы подписались, у меня просто переполняют эмоции. Спасибо всем и каждому вам за то, что вы это сделали. И я надеюсь, что вы останетесь, потому что здесь весело, интересно и очень душевно. Ну а для того, чтобы лучше понимать контекст всех выпусков о Кипре, немного об истории острова. Вообще жизнь на Кипре началась задолго-задолго-задолго до нашей эры. В I веке до нашей эры на Кипре появляются и греческие поселенцы. Это были герои Троянской войны. Уж не знаю, по какой государственной программе доступное жилье для ветеранов Троянской войны или там бесплатный гектар они туда переехали, но тем не менее они поселяются здесь, на Кипре, и становятся основной народностью, привнося на остров свою культуру и язык. Ну а теперь мы с вами перенесемся на тысячу лет вперед. Так, знаете, как бывает. В I веке Кипр захватывают крестоносцы во главе с Ричардом Львиное Сердце. По идее, Кипр ему был не так-то очень-то и нужен. Он его быстренько по сходной цене перепродает тамплиерам. А тамплиеры загоняют его через какое-то время рыцарю Гидалузиньяну. И эта династия становится правителем Кипра на целых 300 лет и оказывает большое влияние на развитие острова. Например, они строят замки, больше похожие на форты, и готические костелы, причем в большом количестве. Например, в Магусте их насчитывалось аж 365 по количеству дней в году. В конце XV века Кипр переходит к Венецианской республике. Ну а в конце XVI века Кипр захватывает Османская империя. Именно тогда на Кипре появляются первые турки. Конечно же, они привносят на остров свою религию, язык и культуру, и католические соборы превращаются, превращаются, превращаются в мечети. В конце XIX века Кипр колонизирует Британская империя. И теперь вы понимаете, да, откуда на Кипре левостороннее движение. В 1960 году Кипр получает независимость. В 1974 году в результате военного переворота Кипр разделяется на три части. Сегодня примерно 59% занимает Республика Кипр, 38% территории острова занимает непризнанная Турецкая республика, и 3% военные британские базы. Попытаемся сегодня сразу проехать на Северный Кипр. Как, наверное, вы знаете, территория Кипра поделена на две части. Это Южный Кипр греческий, Северный Кипр турецкий. Это территория, которую не признают с Евросоюзом, ну и, понятное дело, греческим Кипром. И мы сегодня попытаемся в нее проникнуть. Законно, конечно же. Вот, посмотрите, вот это просто невозможно. Вот ты проезжаешь, и деревья с цитрусовыми, лимоны, апельсины, мандарины, они просто вот, 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 если вы видите, но я надеюсь, что еще я вам покажу. Просто на каждом шагу, это так удивительно. Был знак не фотографировать, тут уже. О, вот он. Все. Слушайте, ну все, нам просто рукой помахали, что проезжайте. А тут, наверное, так не будет сейчас, когда лбанут, блин, этим шлангбаумом. И вот, а, вон туда нам надо ехать. На въезд на страховку купить. На три дня 20 евро стоит на машине. Слушайте, ну, в общем, страховку мы купили. Вот, 20 евро она стоит, да, нифигово так. Виньетка стоит в Европе, там, максимум сколько? 15 на неделю. А здесь за три дня 20. Огонь просто. Теперь поедем, посмотрим, пустят нас или нет. Я уж надеюсь, деньги-то взяли, наверное, должны пустить. А, и самое главное-то еще для страховки нужна наличка. Так, ну и вот к паспортному контролю мы подъезжаем. Осталось там машин-триналь перед нами. Тест для вакцинации. Тест еще нужен. А то есть есть у нас? Заби тест. Слушайте, ну все, мы проехали. Это, короче, был квест. Полчаса где-то у нас занял проход границы. Короче, им даешь вот эту страховку, которую мы купили. И они спрашивают вакцинашн, и они спрашивают тест. Мы сдавали тест вчера в аэропорту. Мы им эти бумажки предъявили. Вот этот вот флеш-пасс или флай-пасс, как-то он называется. Вот этот медицинский. Но их он не устроил. Они стали просить тест и стали говорить, что его надо непременно сдать за 4 евро. А нам дали бумажку о том, что у нашего аэропорту его брали этот тест. Он говорит, там должен быть надпись негатив. В общем, мы с ним бодались, бодались. Ну, 4 евро, понятное дело, что это не такие прям супер большие деньги. Ну, просто, блин, только вчера сдавали. Ну, в результате нас пустили. В общем, через полчаса пререканий на англо-русском языке. Мы в турецкой части Кипра. Ну, что, на отписье не было, но, короче, это можно устроить. Это один из крупных курортных городов. Ну, и здесь много памятников. Ой, обалдеть вообще. А вон там вход, кстати. Это крепость. Мы сюда добрались. Это турками построено уже после, получается, в 16 веке. Вот этот вот въезд. А вот эта башня, я так прочитала, то есть вот эти ворота, они были основные, были построены венецианцами. И вот там, если вы обратите внимание, туда перекидывался мост, который поднимался, ну, то есть на ночь поднимался, а потом перекидной мост был. Вот такой вот огромный ров. Слушайте, ну, стены просто толстючие. На совесть, конечно, строили. Здесь есть монумент, прям внутри крепости, который посвящен людям, которые погибли в 1974 году, когда как раз вот эта война была между греками и турками по разделению Кипра. И вы знаете, я о чем подумала? На самом деле вообще без разницы, кто кого захватывает, кто прав, кто виноват. А получается, вот люди гибнут. Посмотрите, 61-й, 74-й. Вот сколько это ребенок же получается. 13 лет. Трагедия в семье, когда умирают, особенно дети, молодые люди, у которых все впереди. И девушки вот здесь есть. Вот правильно говорили всегда наши бабушки и дедушки, лишь бы не было войны, которые пережили Великую Отечественную войну. Вот соглашусь, лишь бы не было войны. Организовывают войны политики, а страдают простые люди. Ой, слушай, тут класс, маяк. Ух ты, туда еще и внутрь заехать можно. Ничего себе. Ух ты. Ой, какая придачная. Боже мой, ребята. Да, вот про это, по-моему, я читала, что это бывший готический собор. Ну и как в лучших традициях, да, переделали его под мечеть. Слушайте, ну это очень красиво, конечно. Но мечеть из готического собора смотрится максимально странно. Слушайте, ребята. Мы. Субтитры делал DimaTorzok Кафедральный собор Святого Петра и Святого Павла Но где-то здесь, наверное, должен был быть орган Короче, к нам сейчас подошел и мам сказал, что нельзя внутри снимать Вот чувак-то внутрь зашел, тоже снимает, я думаю Если тот его не запалит, то будет все нормально Ну и хорошо хоть удалить не попросили Одна из развалин церкви 14 века католической И таких здесь достаточно много Но это очередной готический храм Уже мы со счета сбились Здесь мечети нет, просто развалины Это церковь Святого Георгия Как она внутри, посмотрите Даже резьба сохранилась Каменная внутри Как это красиво Как это и снег Ну и немного о культуре Северного Кипра Я не знаю, может быть, в Южном Кипре так же Но что-то мне очень Сомнительно О, вот это как раз Слышите, это призыв Муэдзина Вот из этой мечети, которая ранее была Готическим собором Вот видите, минарет И вот с этого минарета Мой день призывает на намаз Мишанины из котов 20 лир стоит вот такой стакан Гранатового сок Слушайте, он офигенный Выдавливают же прямо при тебе Только что роз И вот уже он у меня в стакане Тот картин называется Немного О туризме Сегодня Видите, был Бар Вообще, в Магусте Достаточно туристический город Но сейчас это выглядит Вот так Но это максимально Странно Выглядит Такое запустение Здесь Это центр города Туристическое место Я предполагаю, что здесь было кафе Вот еще одна Какая-то заброшка И это вообще центр города Исторический А вот сейчас будем пробовать Проехать на пляж Как это вообще Но сейчас я покажу вам Прекрасную дорогу Которая ведет К шикарному песчаному пляжу Вот ты выпил Нахрена бросать бутылки Осколки Какие-то пакеты полиэтиленов Это трэш какой-то просто А дальше Море Вообще там устанешь идти Идеальное место для отдыха с детьми Вообще классно В водах где-то Градусов по ощущениям 19 И очень мягкое Очень приятное Еще обратите внимание Такой нюанс Если соберетесь Зимой на Кипр ехать Здесь Очень Световой день маленький В принципе как и везде Но здесь где-то в 4 половины пятого Уже довольно темно То есть вот сейчас Вот я не случайно на солнце показываю Сейчас время Только лишь 3 И солнце уже практически садится Уже такое знаете Как будто бы вечернее солнце такое Мы посетили за один день Только Фомагусту Мы еще хотим В какое-то место Возможно заехать Но может быть мы и не успеем Потому что по темноте Возвращаться по незнакомой дороге Да с правым рулем Не очень хочется Пытаемся мы еще доехать За сегодняшний световой день До окончания которого осталось Максимум Наверное часа полтора Хотим доехать до Кирине Еще один крупный город В северном Кипре Ну и вот как-то так выглядят сумерки на Кипре Ну что друзья Время 7 вечера В общем решили мы Что мы ни в какую Кирине Уже естественно не успеваем Нам еще до Пафса часа 3 ехать Поэтому мы Сегодня заканчиваем Нашу интересную программу Едем в Пафос Поселяемся в отель Ну и наверное я завершаю ролик С вами была Ольга Глаголева Канал Чемоданное настроение Обязательно подписывайтесь на канал Если были на Кипре И ездили с правым рулем на машине То напишите Какие у вас были впечатления Что можете посоветовать Здесь посетить Ну и увидимся снова Пока-пока